Игорь Дадон меняет свое хобби прямо на ходу. Из шахматиста переквалифицировался в сценариста и режиссера и все в одном лице, а также норовит пролезть и в главные роли. Помните, как в знаменитом детском фильме «Кортик» мальчик Александр Огуреев так себя всегда объявлял в детском спектакле. После решения Конституционного суда и заявления Майя Санду либо досрочные выборы, либо референдум, Игорь Дадон объявил опять свои три сценария. Первый сценарий. Майя Санду подписывает указы о движении Марианны Дорлиштяну на должность премьер-министра. И тогда парламентское братство коррупционеров и схемщиков нагло продолжает осваивать свои воровские схемы из государственного бюджета и сохраняет контроль над государственными институтами власти. Второй сценарий Игоря Дадона. Президент отказывается выдвигать кандидатуру коалиции Шор Дадон-Плохотнюк и исполняющий обязанности Временного правительства во главе с Аурелом Чакоем продолжает свою деятельность до 2023 года. В этом сценарии режиссер и сценарист Дадон намеренно игнорируют и конституционные нормы и решения КС от 23 февраля, в котором ясно сказано, что если в установленный срок, а это 23 марта, стороны не договорятся, Конституционный суд констатирует совокупность условий для распуска парламента. А это значит, что второй сценарий невозможен и лидер социалистов опять блефует. И, наконец, третий сценарий Дадона. Протесты и дестабилизация ситуации в стране. То есть, фактически Дадон признает, что авторам хаоса в стране является именно он. И угрожает протестами, подобными тем, которые в 2019 году организовал Плохотнюк и требовал себя в премьеры АДПМ сохранить свой абсолютный контроль над государством. Стоит напомнить забывчему Дадону, что закончились те протесты бегством Плохотнюка из страны. В Молдове нет глубокого конституционного кризиса, как утверждают Дадон и Шор. И это не противостояние президента и парламента, как государственных институтов. Есть противостояние шайки воров и коррупционеров. Намерцев, вцепившихся в депутатские кресла, которые им подарил Плохотнюк, провернув свою очередную схему с введением смешанной избирательной системы, в результате которой граждане Молдовы получили самый коррумпированный в истории страны парламент. И чем ближе дата 23 марта, и чем неуклоннее позиция президента Майи Санду, что с нынешним большинством Шор да Дон Плохотнюк любое правительство невозможно, так как оно будет находиться в полной зависимости от бизнес-интересов этого большинства, тем агрессивнее оно становится. И затрубили трубадоры. Парламентская группа Пентру Молдова и партия Шор настаивают на выдвижении экс-министра финансов Марьяны Дорвиштяну кандидатом на должность премьер-министра. Они осудили реакцию Санду на решение КС и заявили, что ее действия приведут страну в состоянии длительного политического кризиса с чрезвычайно серьезными последствиями, особенно в нынешних условиях. При этом в Пентру Молдова заявили, что выступает за проведение досрочных парламентских выборов, но только после избрания Временного правительства. Лидер ДПМ, который до недавнего времени, изображал полную поддержку президенту Майи Санду. Павел Филипп присоединился к бывшим партнерам по коалиции ДПМ-ПСРМ и заявил, что Демпартия считает, что решение КС дало депутатам понять, что необходимо сформировать правительство, которое обеспечит проевропейский вектор развития страны и будет бороться с кризисом. Другой отросток Плохотниковской ДПМ, а ныне лидер парламентской группы про Молдова Адриан Канду, заявил, что съезд его партии делегировал его для идентификации кандидата в премьеры и что решение Конституционного суда ускорит процесс выдвижения кандидата. Итак, сценарий группировки Шорда Дон Плохотнюк понятен. Режиссер известен, главные роли распределены. Братство парламентских коррупционеров и политических мошенников пытается собраться силами и дать свой решительный бой, не понимая, что силы уже не те.